И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» То легче, сказать расслабленному, «Прощаются тебе грехи» или сказать, «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с воскресным праздничным днем вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры, неделя шестая по Пятидесятнице. Сегодня Святая Православная Церковь поминает святых отцев шести Вселенских Соборов. Шести Вселенских Соборов. Мы с вами знаем, что наша Святая Правильнославящая Церковь, почитая семь Вселенских Соборов, сегодня мы вспоминаем отцев шести Вселенских Соборов. Почему отделяется вот этот седьмой Вселенский Собор? Потому что, ну, наверное, больше, чем другие соборы, которые собирались, собирались обычно, когда было тяжелое положение в церкви, когда церковь, в общем-то, раздиралась ересями различными. Вот эта ересь иконоборческая, она была более ста лет, сто пятьдесят лет. И поэтому, конечно же, особый поклон мы с вами и особая память Церкви всей как раз возносится святым отцам Седьмого Вселенского Собора, последнего Собора Вселенского, который мы с вами почитаем, который состоялся в 787 году, который добился, как бы, чтобы догматом стало почитание икон нашей с вами Церкви. Мы с вами понимаем, конечно, даже вот сейчас мы здесь с вами молимся в нашем Соборе, строящемся Соборе, икон не хватает, конечно. Мы привыкли с вами к этому, как бы, взорам святых, которые и Господа, и Пресвятой Владыче нашей Богородицы, и к которым мы обращаемся. Ну, а Первый Вселенский Собор, как мы с вами помним, в Никее был в 325 году, а и последний, седьмой, тоже в Никее состоялся. Семь Вселенских Соборов, хотя были и поместные соборы, которые также Церковью нашей, их решения также почитаются, принимаются. Был еще один, так называемый, Трульский Собор, Пято-Шестой Собор, тоже, которого решения, и многие решения, которые там были приняты на этом Соборе, принимаются нами, безоговорочные. Конечно, основное, что выработали вот свои работы эти Вселенские Соборы, это догматика. То есть, неизменяемые истины и принципы, которые, в общем-то, лежат в основе нашего спасения с вами. Неизменяемые, Богом сотворен окружающий нас мир чудесный, Богом сотворены и законы духовной жизни человеков. В том числе, как раз вот, раскрыть эти духовные законы и, как бы, дать понимать их каждому из нас с вами, простым людям. Вот это было как раз деяние, были деяния семи Вселенских Соборов. Кроме того, там, кроме догматов, которые, еще раз повторяюсь, выработаны были в страшной борьбе, ибо дьявол, конечно же, сопротивлялся истине. Сопротивлялся истине, и ему важно было, чтобы люди начинали верить, верить неправильно, неистинно. Вот почему нижайший поклон святым отцам семи Вселенских Соборов, которые мы, конечно, с вами почитаем и их будем вспоминать, и они будут вспоминаться до скончания века. Конечно, были приняты на этих соборах и канонические правила, то есть дисциплинарные правила в нашей с вами Церкви. В том числе и решения были приняты по богослужению, каким образом оно должно совершаться и так далее. Но это канонические решения, которые могут изменяться, догматические принципы истины неизменны. А вот канонические могут. У нас в уставе, вот наши ребята, прислужники, знают, что во многих местах написано, что ащий настоятель изволит. То есть, если взять, например, нашу божественную литургию, она разрабатывалась, устав ее составлен был для монастырей. И, конечно, начиная уже с Василия Великого, Василий Великий для мирян сократил устав. Ну, конечно, еще Иоанн Златоуст еще более сократил устав для мирян. Потому что принцип жизни монахов – это молитва. Поэтому для них важно, чтобы эта божественная литургия, в принципе, чтобы служба Божия продолжалась чуть ли не весь день. Это их образ жизни. А вот миряне, кроме того, что, конечно, для каждого христианина важна очень молитва и участие в службах церковных, они, кроме того, и должны и сеять, и пахать, и другие работы исполнять, лечить и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, мирянам это было тяжело. И вот Иоанн Златоуст, ну, а в начале Василий Великий сократили службы. И даже, даже уставом предусмотрено то, что и настоятель может, смотря по тому состоянию людей, может быть, устали люди, или какая-то обстановка тяжелая очень, может сокращать службы. Это канонические правила, которые есть, которые могут изменяться с течением времени. Потому что у нас сейчас часто обращаются к тем правилам, которые были приняты, может, в 3-м, 4-м, 5-м веке, и считают, что это догматы, и мы не должны их изменять. Но тогда были совсем другие условия, и эти правила как раз для тех условий и, в общем-то, и создавались. Но это не догматы, и поэтому в современном мире мы должны внимательно, правда, смотреть за этим, какие изменения происходят. И, родные мои, мы должны знать совершенно четко, каждый из нас ответственный за то, сохраняем мы истину или нет. Если я вот вас учил, вы научились, и вы уже знаете. Я думаю, сейчас вот каждый, кто здесь стоит, прекрасно знает устав церковный, прекрасно разбирается и в догматике, я думаю. В основном мы это уже знаем. И апостол предупредил, что если я к вам приду когда-нибудь вдруг, и даже ангел Господний придет и начнет вас учить совсем другому, чем вас я учил до этого, анафема да будет. Современным языком это значит. Если сюда вот встанет священник, который будет учить совсем другому, чем вы научены, чем мы все научены, если сюда епископ станет, если сюда патриарх станет и будет учить совсем другому, чему мы научены, анафема да будет. Потому что даже Павел сказал, апостол, что даже если ангел Господний, ну что может быть еще выше, придет и скажет это. А мы родные с вами прекрасно знаем, что антихрист придет. А антихрист придет первоначально, будет выдавать себя за Христа, что это второе предшествие Христа. А какие знамени он будет делать? Так вот, для того, чтобы мы не привстились этим, а все-таки внимательно служили за тем, сохраняет ли наша церковь, и мы все ответственны за это. Истины, те, которые мы знаем, которым мы научены, с измольства может некоторые. Вот, дорогие братья и сестры, мы должны противостоять каким-то новшествам, которые могут и затронуть нас. Нам всем кажется, что это где-то там за горами, за долами, а может быть через тысячу лет. Да это ближе гораздо, поэтому будьте внимательны, родные. Святые отцы семи вселенских соборов, шести вселенских, особенно мы сегодня поминаем. Молите Бога о нас, и все святые молите Бога о нас. Ну, а мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали с вами евангельское чтение, которое рассказало нам, что после того, как Господь наш Иисус Христос вместе со своими учениками в стране Гиргесинской изгнал бесов из двух бесноватых людей, а из одного особа, одержимого бесами, из него легион бесов вышел. Вот после этого, ну, мы с вами хочу еще напомнить только, что этот человек, из которого изгнали бесов, изгнал Господь наш Иисус Христос бесов, он просился пристать к ученикам, то есть стать учеником Христовым. Но Господь, смотрите, что сказал, иди в город свой, и там расскажи о том, что Господь Бог, что Бог тебе сотворил с тобой, как Он тебя очистил и освободил от власти бесов. И Евангелие говорит о том, что этот человек пошел и благовествовал Христа, Христа уже, как Сына Божия, благовествовал в Десятиградии. Можно сказать, что, родные мои, это первый, можно сказать, апостол Христов, этот вот человек, которого Господь изгнал легион бесов. Ну и потом, как мы с вами знаем, после того, как вышли жители, попросили от предела их уйти, Господа Иисуса Христа, они возвратились, как сегодняшний Евангелие говорит, Он возвратился в свой город. И вот там Он благовествовал. Я единственное хочу еще напомнить то, о чем мы в прошлый раз говорили, это очень важно. Мы говорили о том, что такое одержимость бесами. И мы говорили о том, что одержимость бесами – это не только вот такая крайняя форма, когда человек совершенно не владеет собой, и рычит, хавкает там, и каким-то нечеловеческим голосом изъясняется и так далее, но даже и человек, который внешне нормальный человек. Одержимые бесами люди – это те люди, которые отвергают Бога. То есть очевидную истину отвергают. Потому что здравомыслящий человек, поглядев на окружающий нас мир, на удивительно созданный, сложно созданный, конечно поймет, что был тот, кто его сотворил, гениальнейший инженер. Был он, он его сотворил. Ну а другие люди этого не воспринимают. И, конечно же, это беснующиеся люди. Бесноватые – это те люди, которых дьявол ведет в погибель широким легким путем. Он легкий, потому что ничего не надо думать, ничего не надо делать. Спастись надо потрудиться для того, чтобы спастись. А погибнуть ничего не надо делать. Почему? Ведь до пришествия Христова, в общем-то, можно сказать, к пришествию Христову, вот в 2006-м лет назад, человечество уже полностью, можно сказать так, погибало. Мало людей, которые жили по совести, и даже среди иудеев многие нарушали закон Моисеев. Почему? Потому что дьявол добился того, что уже люди считали, что греха, греха – вообще такого понятия нет. Греха нет вообще. То есть можно вести себя как хочешь. И так оно и велось до пришествия Христа Спасителя. Ибо так возлюбил Бог мир, что сына своего единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо человечество погибало. Господь Иисус Христос принес эту благую весть, в которой Он сказал, что вы гибнете. И для того, чтобы не погибать, нужно вести себя так, по тем законам, которые дал при сотворении мира человеку и человеческому обществу Господь Бог. Эти законы называются заповедями Божьими. Это заповеди Божьими. И заповеди Божьи – это помощь нам действительно не только не погибнуть, но и не болеть, и не быть одержимыми бесами. Как оградить себя от бесов, чтобы они не имели никакой власти над нами? Это в первую очередь, конечно. Это искоренить в себе грехи. И не дать грехам обладевать собой. Это самое основное и самое главное. Каким образом это делается? Мы в прошлый раз говорили, что в молитве нашей вечерней, когда мы молимся Кресту и Господу, что якобы дым да исчезнут, и якобы от лица огня погибнут беси, от лица любящих Бога, и знаменища крестным знамени. Любящих Бога, мы в прошлый раз говорили, это те, как Господь сказал, любяй меня и исполняй слово мое. То есть исполняющие заповеди, то есть живущими по тем законам, которые Господь Бог дал человеку. Второе – крестное знамение. И, конечно же, вспомнив слова Божьи Господа, когда Он ученикам Своим сказал, помните, они не смогли изгнать беса из юноши, молодого человека, который, помните, отец просил, изгони из моего сына этого беса. Они спросили, что у нас не получилось. Господь сказал, что род сей изгоняется постом и молитвой. Род сей изгоняется постом, молитвой, исполнением заповедей, крестное знамение. Это то оружие, которое нам дал Господь. Ибо та жертва, которую Он принес на Голгофе, кровью своей, в общем-то, и смертью своей, дал нам вот эти силы и возможности от дьявола отбиваться. Ну, понимаем мы, что пост – это воздержание, это борьба, может быть, более всего с плоти своей. Мы в прошлый раз говорили, я напомню, что откуда вот вторгается в наше сердце, в нашу душу какие-то греховные помыслы, ну, начинается с греховных помыслов, грехи. Именно с помыслов. Через родные, через разум, в первую очередь. Разум – это как то, что воспринимает и зрение наше, сюда передает свои сигналы, и уж слух наш, обоняние, осязание и так далее. Все чувства, которые нас связывают, с окружающей нас миром. Вот мы увидели гадость какую-то некую. Если мы не приняли меры, не предприняли меры, то есть это молитва, «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Или перекрестились, или открестились. То есть приняли меры. Мы не дали этому помыслу, этому впечатлению гадкому проникнуть сюда. Это самое главное для нас. Но почему Господь наш Иисус Христос постоянно нам говорил о том, чтобы мы постоянно молились? Чтобы мы постоянно молились. Причем, помните, как он сказал, «Не думайте, что вы в многословии будете услышаны». Этого не нужно. Вот эти наши молитвы общие, которые мы с вами участвуем, на службе Божьей, да, наши молитвы, правила утренние, вечерние, они нам нужны, конечно же. Они многословны, они нам нужны. Мы пребываем в молитве и разговоре с Богом. А тут Господь говорит о том, чтобы мы молились постоянно. Как можно постоянно молиться? Конечно, многие уже помнят молитвы утренние и вечерние, наверное, это наизусть. Можно идти и молиться. Это очень хорошо. Но если действительно мы не помним этого, достаточно, Господь об этом сказал, немногословия молитвы. Более того, Он нам четко сказал совершенно, «Именем Моем спаситесь!» «Именем Моим спасетесь!» Аз есть дверь, я есть дверь, которая действительно открывает, дает возможность человеку спастись. «Именем Моим». Это Иисусова молитва. Господи Иисусе, Критисе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Что дает постоянная молитва родная, родные мои? Ну, во-первых, она должна быть действительно молитвой. Не должно быть просто устами нашими, что-то там такое вот, уста наши говорят, «Господи, Иисусе, Критисе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А я стою, вот мои уста это говорят, и я думаю, так, сейчас я приду, значит, там у меня хлеб есть, молока нету, там кто-то есть, помидор надо купить, сходить и тому подобное. Это не молитва, родные мои, это не молитва. Это просто уста наши что-то такое, по инерции что-то там говорят. Молитва – это участие наше, причем со смиренным, сокрушенным сердцем мы должны участвовать в этой молитве. «Господи Иисусе, Критисе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Причем важно это. Почему? Дело в том, что разум наш тогда занят разговором с Богом. Вот святые отцы говорили даже и о Богомыслии, такое состояние человека, который… Вот человек сейчас идет, вот мы сейчас выходим из церкви, вспоминаем, что священник сказал, как служба прошла, как все благолепно. Это все, дорогие мои, и есть Богомыслие, то, что занимает разум наш. То же самое, дорогие братья и сестры, и чтение Священного Писания. Чтение Священного Писания – это то же самое, это та же молитва, это тоже занятие нашего разума Богом. Вот что это такое. Если мы этого добиваемся, а это несложно, потому что некоторые начнут говорить, ну как же я работаю там, и одновременно, Господи Иисусе Христине Божий, помилуй меня грешного. Креститься даже и не надо, потому что мы что-то делаем, там где-то на заводе работаем. Господи Иисусе Христине Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христине, помилуй меня грешного. Убираемся дома. Господи Иисусе Христине, Господи помилуй, Господи помилуй. Это не мешает, а наоборот, Господь Бог начинает нам помогать, даже в работе, даже в мелких каких-то там наших делах, которые казалось бы, ну что, я буду молиться и убирать дом. Молитесь, молиться всегда надо. И если мы этого добьемся, то тогда дьявол вообще ничего не может с нами делать. Даже подсовывая нам какие-нибудь мерзкие видения, когда мы идем там по телевизору, хадость показывает, а на нас не действует, потому что это как стенку горох. Потому что здесь у нас Господь Бог. Попробуйте сделать на собой такой эксперимент. Сделайте, вот все время будьте в молитве. Посмотрите, какие удивительные вещи открываются. Господь Бог рядом на самом деле. Он недалеко. Когда вы будете, и войдете в троллейбус, и вы, вот находясь в молитве, вы почувствуете, что вы находитесь в каком-то совсем другом измерении, в мире другом. Измерение – плохое слово. С Богом находитесь. То есть там будут люди толкаться, а вам хорошо будет, потому что вы с Богом. Это удивительное такое ощущение, действительно, реальности того, о чем Господь наш Иисус Христос сегодня говорил. А вот, слышите, сегодня мы, апостол, слышали, какая молитва была Господа о нас с вами. Слышали, какая молитва? Как Он просил Отца Небесного. Это Его последняя такая молитва. И Он молился именно о нас с вами. Не дай защитить тех, которые ты мне дал. Не всех. Я не о всех молюсь, так Господь говорил. Потому что, ну а что молиться о тех людях, которые, ну, вернее, мы должны молиться. Но Господь в данном случае молился именно о нас, о верующих тогда людях. О тех людях, которые, вот Он благодарил Отца Небесного, что Он дал ему. Потому что, если верующих, для спасения всего мира обязательно должно быть наличие верующих людей. Вы соль земли. Если верующих не будет, то спасения вообще никакого и не будет. Потому что хоть стреляли, били, вот в следующий год, 2017, сто лет начала гонений на нашу Святую Православную Церковь. Сто лет в следующем году. Страшная дата. Будем вспоминать ее, конечно. Пожалуйста, подумайте тоже, если кто-то придумает какие-то, может быть, мероприятия вот эти, посвященные ему этому. Подскажите мне, мне нужно как благочинному подавать тоже рапорт о том, что мы хотим, какие мероприятия делать вот для этой траурной, такой страшной даты, начала гонений на нашу Святую Православную Церковь. Гнали, 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 гнали. А солиночки остались. А из этих солиночках, смотрите, какой рост пошел. Рост пошел, и Церковь наша растет, наоборот, а не умаляется. Поэтому, в первую очередь, конечно, Господь молился именно о нас, верующих. Если мы верующие есть, и если Церковь Его, которую Он сотворил на этой земле, существует и продолжает далее существовать, это место, где люди могут, не церковные, прийти сюда и вступить на путь спасительный. И мы с вами, дорогие братья, должны этому содействовать. А содействовать этому мы можем с вами только любовью. Любовью. Ни в коем случае никакого, ну, может быть, гордыни какой-то. Я вот тут уже, я уже хожу 20 лет в Церковь, а ты тут свежку не так ставишь. Ну и что ты ходишь? Что ты делала здесь 20 лет? Если ты самого главного не понимаешь, человек пришел сюда, ты скажи ему, объясни, с любовью, без любви ничего не будет. Отрицательный результат будет. Люди только убегут отсюда и скажут, больше я сюда и не приду. И сколько таких случаев? Огромное количество. С любовью действительно встретить. Поделиться тем, что не мы заработали, а то, что ни за что нам дал Господь Бог. Веру. Он нам ни за что ее дал. Ни за что мы не заслужили ее. Но мы должны понимать одно. Он дал нам веру не просто, чтобы мы где-то там потихонечку в уголочке спасались. Ничего подобного. Мы что-то должны сделать, раз Он так нас выделил с вами. Он нас сделал зваными. Нам надо попасть в число избранных. Что бы это сделать, чтобы попасть? Значит, мы что-то должны сделать. А это значит поделиться верой своей. Вот этот бесноватый, пожалуйста, Гадаринский. И что? Пожалуйста, Он пошел благовествовать о Христе Спасителе. А Он слышал, через Него же дьявол говорил, что что-то пришел нас в прежде времени мучить, нас в прежде времени Сын Божий. Он же это, конечно же, слышал, что дьявол через Него говорил. Вот Он пошел благовествовать. Вот это пример, конечно же, для нас, дорогие братья и сестры. Поэтому, обратим внимание на сегодняшнее Евангелие, которое продолжает вот эту тему веры, веры. Вспомните, что сегодня произошло, когда Господь благовествовал горницы в одной, собрал столько людей, что туда нельзя было войти. И пришли четыре человека с парализованным, на носилках принесли. Туда зайти никак не надо, нельзя было. И что они сделали? Разве они ушли, развернулись, но в следующий раз придем? Нет. Нет, они залазили туда на дом с этими носилками. Как они туда втянули? Потом они разбирали эту кровлю. Мы понимаем, что это та область, где дождей мало, и там кровля просто на стил сделан. Его можно поднять, как они это сделали. И Господу опустили к ногам его. Но если бы они сомневались, зачем это им делать? Скажите. Мы с вами понимаем, что они твердо верили, и они твердо знали, что Христос этого человека спасет. Они что-нибудь сказали Христу? Они что, кричали Ему, Господи, помоги Ему? Они взяли и опустили на веревку каких-то к его ногам. А он это все видел, ему не нужно было никакого подтверждения. Он сказал ему, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, он сказал Господь наш Иисус Христос. По вере их, по вере совсем других людей. Тут, видите, в Иоанн Грии не сказано, кто это родственники были, друзья были. Очевидно было, только вера их была с любовью. Вот что это было. Они не пришли за себя, говорит, потому что у всех проблемы. Что у них не было проблем каких-то, что ли? Они за себя ничего не просили, вообще ничего не сказали. Взяли и опустили этого парализованного человека к ногам Иисуса. Он, видя веру их и любовь, конечно же, их к другому человеку, вот он сказал, прощаются тебе грехи твои. Ну и мы с вами знаем, что тогда уже, конечно, прослышали и фарисеи, и книжники о Иисусе из Назарета. И они во множестве там сидели, как раз слушали, что он говорит благую весть Господа. Понятно, что критически. И тут его тоже закритиковали, помните? Подумали в себе, а кто это дерзает прощать грехи? Только Бог может простить грехи. А кто это такой? Вот тогда Господь сказал, что легче сказать? Вот я сказал, прощаются тебе грехи твои. Ну вот этот человек как лежал, так и лежал. Но чтобы вы поняли, что имеет Сын человеческий возможность здесь на земле уже прощать грехи, умеет возможность такую. Вот я скажу. Встань, сказал он этому человеку, возьми одра своей иди. И он это сделал. Это урок чему, дорогие братья и сестры? Первое. Это вера. Мы должны четко, совершенно возгревать себе веру. Ни в коем случае не, как бы, этот огонь, который в нас горит, огонь этот, не утешать и не становиться теплоохладными, а потом может даже и холодными. Даже, вот только сегодня мне и рассказали об этом. Даже холодными. Опять же, даже несмотря на то, что происходит вокруг нас, родные мои, искушений много. Искушений из самой нашей Церкви. От наших священников, епископов, от кого хотите. Море искушений. И если я посмотрю и скажу, все, я отсюда ухожу, и все, это страшная вещь. Вопрос такой, а к кому вы пришли сюда? К священнику или к Богу? Так вот, к Богу пришли. А искушения, которые дьявол делает, чтобы нас с вами смутить, это именно теми недостатками, которые в Церкви нашей существуют, существовали и будут существовать. Церковь состоит из людей, люди абсолютно разные, люди, всякие люди разные попадают. Но мы пришли к Богу, и мы должны твердо на этом стоять. Вот наша вера. Этому нас Евангелие сегодняшнее тоже и учит. Молитва и помощь друг за другом, родные мои. Вот мы поминаем записочки, которые подают люди. Это важно очень. Мы должны молиться друг за друга. Ибо на сегодняшней Евангелии говорит, как помощь сторонних людей, как она действительно действована, как Бог видит эту заботу. Мы вот молимся многих людей, которые, может, даже не знают, что мы за них молимся. О силе этой молитвы, я думаю, что многие из вас знают. Многие из вас ощущали это. Особенно, повторюсь, о силе материнской молитвы. Как наши дети, внуки, не знаю, куда попадали, и куда они вообще, что там с ними случилось. И только эта настойчивая материнская молитва, материнская молитва, как она сильна, и как она выкарабкивает этого, может быть, погибающего человека, нашего родного, близкого человека из этой ямы. То есть молитва друг за друга обязательно должна быть для каждого из нас с вами. И здесь последнее, что хотелось бы сказать, это то, что, смотрите, Господь не сразу же исцелил этого расслабленного человека, а сначала грехи были ему прощены. Не забываем о том, что грех – это источники болезней наших с вами, и страданий наших с вами. Это действительно грех и является этим источником. Да, многие сейчас с нами глубоко верующие, уже в сталом возрасте, уже в возрасте мы с вами такие верующие. Но я думаю, что каждый из нас понимает, что те болезни, которые мы букетом имеем, это все от того, что было до того, до нашего уверования, до того, как Господь нас с вами изменил. Мы насобирали букет огромный, и мы будем раскребывать, и мы должны это помнить. Только единственное, должны знать, что в любом состоянии, даже при тяжелой болезни, ни в коем случае не унывать. Ни в коем случае. Господь нам говорил о том, что будут у нас трудности большие, но иго мою легко. Почему иго легко? Потому что этот крест тяжелый, который каждый из нас несет, он помогает нам нести его. И мне кажется, что если так человек себя ведет, то, ну, если прошел кто-то из вас уже такое испытание, когда тяжелая болезнь, а в этой болезни не уныли, и не в панику какую-то, не впали, Господь как помогает, поразительно, удивительно, поразительно. Ты не знаешь, останешься ты живой или нет. А ты, там, не знаю, впитываешь это Слово Божие, ты читаешь, читаешь. Такое желание действительно исправить ту ошибку, которая была до болезни. А до болезни времени на чтение нету. Ну, нету времени на чтение Священного Писания. И получается. А когда случилось это, и тут и время даже появилось. А у тебя здесь, либо ты живой будешь, а или умрешь. А тебе захотелось, как бы, возместить то, что ты не делал, когда ты был действительно здоровый и имел возможность спокойным образом это делать. Так вот, родные мои, не испытуем милость и любовь Божию. Он по любви своей это нам посылает, чтобы нас спасти. Не испытуем. Церковь не просто так говорит, что читаем одну-две главы каждый день. Но это не просто так говорится, родные мои. И заметим, вот увидите, читаем эту одну-две главы. У нас вечер, время растянется, мы все успеем. Мы все будем успевать. А если мы этого не будем делать, мы ничего, у нас ничего не будет ладиться. Мы будем мыть посуду, она будет падать и разбиваться. И мы будем терять время на том, чтобы осколки собирать. Вместо того, чтобы почитать Евангелие, и потом сделать все свои дела, которым будет сопутствовать и помогать Господь Бог. Должны это, родные мои, помнить обязательно. Спасибо, сохрани вас Господь, дорогие и сестры. С воскресный праздничный беден. Спасибо. На следующий день, на следующей неделе у нас пророка Илью, мы любимого нашего вспоминаем. Но завтра уже тоже первое обретение, обретение мощей Серафима Саровского. А вот вы знаете, что в нашем благочине есть удивительный приход, я когда-то вам рассказывал, старобряческий приход Ильи Пророка как раз. Вот благословите, я пойду к нашим братьям и сестрам. Это старобряческий приход, который из поморского, беспоповского согласия, беспоповского, священников не признавали, ни каниан. Они перешли в единоверие, то есть они стали православными московской патриархии, ну, нашей белорусской православной церкви, старого обряда, так они называются сейчас. То есть вот они, старый обряд признается как спасительный тот, а единоверцы были сразу же, те, которые остались в лоне нашей церкви, которые старым обрядом пользуются. Вот такой у нас с вами есть приход. Благословите, я... А они находятся на Юго-Сападе, они специально писали письмо и просили с благочения шестого перевести во второе, чтобы остаться под попечением нашего прихода. А они ко мне пришли, я могу вам сказать, где-то, наверное, в 98-м год первый раз. А знаете, чего они к нам пришли, старобрядцы? Они тогда еще не думали, значит, перейти в православную церковь, да? А пришли к нам потому, что у нас восьмиконечные кресты. На Ефросине восьмиконечные кресты, вот такие. А у нас у многих вот такие или другие там какие-то. А у нас такие, которые они только признают восьмиконечные. И когда они пришли и посмотрели наши иконы, наши иконы написаны действительно в византийском письме, том древнем, перед которым молился Сергей Радонежский. И все тогда до раскола нашего, все же так и молились перед этими иконами. И вот они почему к нам и пришли. Ну, кто-то им сказал, что у меня тоже в роду старобрядцы, и поэтому приходили, они друг другу передавали. И они со мной приходили, задавали вопросы о старом обряде, как относиться к новобрядческой церкви, к нашей. Я им говорил свой путь. Потому что я могу вам открыто сказать, что в свое время у нас в Советском Союзе была самая большая община, Гребенщиковская, старобрядческая община, Поморского Согласия, Беспоповская. Самая большая она вообще, наверное, в мире, эта община. Там моя тетя пела на клиросе. И там вот был у них наставник, очень мною уважаемый. Хоть действительно они находятся в заблуждении, очевидном совершенно. Я это открыто говорил, ничего там не скрываю. И он даже хотел меня там к себе привлечь. У них нет священника, у них наставники там. Вот он хотел мне там сделать как раз наставник. А вот второй как раз наставник ихний, Иван Миролюбов. Он тоже интересный человек такой. Он учился у нас в семинарии, в академии, у нас, в нашей, в Москве. Он, как мне потом говорили, попортил много крови там, своими старобрядческими вещами, ушел. Я его знал еще, когда он был там наставником. То есть и даже более того, у нас здесь были семинарки, конференции такая, между старобрядцами разных толков. Они у нас... Вообще-то уникальное событие у нас было. Никогда такого не было. Когда старобрядцы беспоповцы, старобрядцы поповцы тогда, и православные вместе мы здесь были. Удивительное такое событие было. И вот наставник Иван Миролюбов ушел к нам, в православие. И сейчас он в московской патриархии, он протеерей сейчас, он, значит, возглавляет как раз отдел патриархии по взаимодействию старобрядчества. Лучше его никто и ничего не знает. А когда они здесь устраивали старобрядцы свои беспоповцы, конференция, помню, меня некрополит послал тогда Филарет. Я участвовал в этой конференции, там, ну, представляя церковь основную, которая в Беларуси здесь. А они потом мне слово дали. Я говорю, как же вы мне, Никонианину, даете слово. Ведь я сейчас буду говорить то, как я вас принимаю. Тем более, что я знаю очень хорошо вас. Родные мои, я в Гребенчаковской общине была открыта, у них книжница. Там книги, я не знаю, какого века. Все вот такие вот толстые, в этих кожаных переплетах. Это уникальная книжница, там просто кладезь такой. И я туда имел доступ и читал там все это, делал все это. И я им правду, матку, как мы думаем. Я думал, что сейчас точно меня там засвичат или там убьют, прибьют там или что-то. Тихо и молча слушают. А я им говорил одно. Господь сказал слова простые. Кто, а еще кто пьет мою кровь, да? И я стою, тело мое, тот во мне пребывает, я звеню. А вы это, объясняя тем, что священников у них не стало, что все как бы погибли, никонианами стали. А вы этого лишили себя. Вот и все, и молча сидели, голову. Там потом такой рыжий, молодой, активный, у них такие бороды большие. И вот хотите посмотреть, как они выглядят? Вот это старопрясы. Мы не так, у нас вот так. А у них так, да. И вот этот рыжий там, к сожалению, последнее слово сказал. Но они задумались. И вот наши мин, минчане, они, слава тебе Господи, перешли к нам. Поэтому вот такой у нас удивительный, родные мои, такой удивительный приход. У нас на сайте выложена их служба древняя, старинная. И вообще интересно все это изучать. И вообще знаменный распев, это, конечно, очень, очень хороший. Просите меня, я вас... Батюшка, 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 это на Юго-Западе, где это? А они служат по старым книгам, да? Там есть, чем они отличаются? Там есть разногласия в грамматике. То есть у них как бы нет... Вообще-то мы немножко обновили наши книги. Они более осовременены. А у них как раз вот все еще до Никоньяновской. Что касается символа веры, то у них там вот единственное отличие от нашего и символа веры, там стоит до Никона было так. И в Духа Святаго Господа у них стоит истинного и животворящего. В Господа истинного и животворящего. У нас в Духа Святаго Господа и животворящего. И вот они нам говорят, вы истинного Духа Святаго убрали. Я им говорю, мы не Духа Святаго истинного, мы Слово убрали. Его действительно в первоначальном символе веры, который был разработан Никеей тогда, в этой первой части, ой, вторая, это уже второй, Константинопольский, второй собор был. Там не было этого слова, оно у нас появилось. Ну, хорошее слово тут, чего-то такого. Ну, Никон решил все-таки сделать так, чтобы было единообразно по всему. Вот, и что касается символа веры, да, служба у них, да, у них знаменный, конечно, распех, партистный, то есть не партистный, а знаменный распех, это одноголосный, в один голос. Потому что мы, мы вообще-то, родные мои, мы восприняли от западной церкви, от католической церкви. У нас сейчас красивый очень сегодня, ну, замечательный сегодня хор пел, такие песнопения, такие трогательные. Ну, это все взято с запада, родные мои, это партистное пение, многоголосное, а у них одноголосное. У них такое песнопение, как сейчас у греков, у сербов, у болгарных, одноголосное пение такое. Ну, у нас более такое, как бы, украшенное такое. Это что касается песнопения. У меня есть, значит, как раз и служебник старобряческий, там, например, часы, то же самое. Так служба вся полностью. У беспоповцев, получается, нет возгласов священнических. То есть, у них, получается, так как они отказались от священников, у них были священники сначала, которые, ну, вот, протокол Аввакум, ну, и другие, да, которые потом умерли, а у них не было епископов, чтобы ставить священников. Они, кстати, я прошу прощенников, вы все свободны, просто я тут спросил, я там, понимаете, что, в чем момент? Они очень смотрят, очень строго смотрят за исполнением канонов. Очень. Вот у них, смотрите, не было епископов, чтобы поставить священников, да, и они не пошли на какой-то обман, чтобы без епископа, ну, вот, придумали бы что-нибудь и поставили священников. Нет, этого нету. Мирянин не имеет права возглас священнический дать, и они никто не дают этого, они не смеют этого делать ни в коем случае. Крестить они крестят, потому что крестить может, как мы с вами знаем, каждый мирянин, каждый из нас. Конечно, мы говорим о том, что случай смертный, каждый из нас может крестить любого человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть, исполняя саму формулу. Но мы имеем право, мы верующие люди, крещённые, мы имеем право крестить, и они крестят. Всё вот такая вот у них служба, кроме священнических, и причастия у них как бы и нет. Но это самое главное, понимаете, что самое главное вот этого нету, и многие из них сейчас приходят к этому. Легче сейчас стало, знаете, почему? Потому что было, мы говорим, что советское время, оно страшное было, гонение было, да, одновременно вот там получалось такое месиво какое-то. И вот эти старобрядцы, которые у нас здесь, например, оказались в Минске, предположим, в Минске, да? Наши с вами прихожане, родные мои, они даже, они знали, что у них кто-то с старобрядцами, но церкви не было, они к нам приходили. Потом вот это, как бы, возрождение самосознания даже среди старобрядцев возникло, и они приходили ко мне, вот сидели наши прихожанки, которые много лет ходили, и они меня спрашивали, они грех ли мы делаем, не будем ли Богом наказаны, как говорят их старцы, например, что отступление, это то, что они к нам приходят, к Никонианам, да, то это отступление от веры. Вот они даже такие вопросы задавали. И там приходилось им объяснять, в чем заблуждение. Родные мои, а я даже в свое время, знаете, на что пошел? На обличение православной церкви. Я начал писать даже работу. И знаете, что меня остановило? Я понял, что во мне колокочет ненависть. То есть я писал на те гонения, которые, значит, на Руси, но потом я уже историю изучал, там совсем все по-другому было, там более, больше государства, там государства. То есть Петр Первый хотел, чтобы единая была страна и единая вера была, поэтому там жестоким образом старобляцев наказывали. Ну а я тогда тоже под таким впечатлением, там, молодой был, давай так обличать. И я еще раз повторяюсь, остановило то, что я понял, что во мне ненависть колокочет. А ненависть от кого? От Моцинга. И все. И мне стало все понятно тогда. И вот отец Георгий, тот наставник, который у меня многоуважаемый, когда я уже священником туда приехал, православный, а он же меня, знаете, ну я прошу прощения, я вам говорю. Он смотрел, как я там молился, он про меня говорил, аки свяща горящее. То есть так он про меня говорил, но он очень хотел меня сделать наставником. А тут я пришел, а кто это такой здесь чужой зашел к нам? А вы видите его? А я хотел там списать, у них очень красиво было написано по крещению, такая красивая для простых людей, что такое крещение. Так хорошо изложено было, я хотел переписать. Но вынужден был, как посторонний человек, оттуда уйти. А не все пустают? Нет, у них нет, у них нет. У них осквернение, это не канианин, если я не канианин к ним зашел. Знаете, как они к нам приходят в церковь, если кто-то из них заходит? Вот этот крест они держат и в кармане. Вот они так вот заходят к нам в церковь, со своим крестом в кармане. И так не заходят. Ну и всякое такое. Надо, дорогие братья. Скажите, вот вы сказали, на юго-западе, а где именно вот эта церковь? Там, это, знаете, трудно, если хотите адрес, я могу точно продиктовать адрес, но там... Это в простом доме деревянном. Это в жилой застройке старой. То есть им дали участок, я уже смотрел, я даже дал им архитектора. Он им сделал храм. Там, как бы, ну даст Бог, там все сдвинется. Но пока, слава тебе, Господи. А ездит к ним из Москвы, Николай Студенцах, Студенцах в Москве, церковь Николай Студенцах, единоверческий храм там, игумен Петр. Он ездит, он опекает такую общину у нас в Минске и в Полоцке тоже есть единоверческая община. Вот этот отец Петр. Но он считается в моем благочине. Так что он приезжает с какой-то радостью, я так встречаю их радостно. Это очень, очень удивительный человек, глубоко верующий человек. И вы знаете, простите, что я тут разболтался. В 2000 году было юбилей единоверия. По-моему, 200 лет единоверию. И в Москве, тогда еще патриарх Алексей, была большая-большая конференция по единоверчеству. И владыка митрополит Филарет как раз меня направил. Вот это 2000 год представляет Белоруссию на этой конференции старобрядческой. И знаете, что там самое чудесное было? Это, конечно, незабываемо. То есть Успенский собор Московского Кремля. Представляете, древнейший храм. Древний храм с этими иконами старинными. И там отец Петр как раз, который сейчас к нам приезжает, служил старым обрядом. Вот эта служба шла. Это, конечно, было что-то такое. Просто, знаете, такая вот наша древнота, такая еще Сергия Радонежского, всех наших тех древних святых как раз. Это что-то было неописуемо. Конечно, это здорово очень. Ну, наши преподаватели как раз, которые знают хорошо знаменный распев, они в нашем училище, низкий поклон, они молодцы. Там они возрождают это. И у нас служба даже знаменным распевом все. Ну, а вот профессионалы, они вот как музыканты, они очень ценят знаменный распев. И они обращаются все более и более к нему. То есть, чтобы мы не потеряли за красивостью саму суть молитвы. Это очень важно. Спасибо и сохрани вас Господь, дорогие правильные. Спасибо. Спасибо.